Перед просмотром этого ролика я бы хотел сделать небольшой информационный отрезочек, где я расскажу о своем деле. На моем канале, точнее моя цель на моем канале сделать вас сильней и помочь вам в достижении спортивных результатов и приобщить вообще в целом людей к спорту. Поэтому я занялся немного лыжной тематикой и привез специально для вас очень хорошие лыжи. Это лыжи Fischer 186 SME и 181 со шлифтами Ramzao. Все Европа, спортсех и спортсменов. Также есть Machusa M61 и M61F 192 и 187. Поэтому если кого-то данное предложение интересует, то ссылочка всегда будет на мой телеграм в описании, где вы можете узнать подробную информацию. Также вы можете написать мне по номеру телефона WhatsApp Viber, который тоже будет указан в описании. Или же мне можно даже позвонить на номер телефона и я вам расскажу про интересующую вашу пару. Структур много, все достаточно актуальные, морозные. Есть даже чуть потеплее, есть совсем на мороз. Подходят как для центрального региона, так и для Зауралия. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами канал Шутинский Ир. Я его ведущий Никита Лукашев. На своем канале я стараюсь сделать вас сильнее и помочь вам в достижении ваших спортивных результатов. Сегодня мы обсудим лыжи Brados. Всеми известные и сильно нашумевшие в этом году 23-24. И, соответственно, что эти лыжи из себя представляют, выскажу свое мнение. И мнение корреспондента, который их немного протестировал и сделал, скажем так, выводы, потискал в руках. И, собственно говоря, начнем с истории. Эти лыжи производятся на заводе в Балабаново. И, в принципе, там производятся Протимы, эти Брадосы, Тисы, Уански. Что из себя представляет завод Балабаново. Там стоит очень дорогое американское оборудование, на котором вполне можно выпускать гоночные лыжи топового класса, то есть портцех лыжи по типу Фишеров, Атомик, Мачус, Соломон, Рассиньол. В общем, всеми известные бренды. Но, соответственно, у нас был там знакомый недавно. Он, в принципе, говорил с руководителем завода. Ну и смысла? Они не видят производства таких лыж. У них нет такой цели. В принципе, каждый выстраивает свою политику сам у компании. И каждый хочет, скажем так, что-то свое получить. И у этого завода, то есть, нет задачи производить какие-то навороченные спортсех лыжи по типу Фишер Хелиум, Соломон и Слаб. У них нет задачи. У них задача произвести больше. Но, грубо говоря, туристических лыж, соответственно. Я сейчас возьму пару. У нас тут происходит откатка. У нас тут стоит куча хороших лыж. Но, грубо говоря, вот такие лыжи. Им нет смысла производить. У них задача, как я сказал, больше. Но, соответственно, качество будет среднее. И надо знать, этот завод выпускал в годы до, соответственно, всем известных событий, которые сейчас происходят. Когда были контракты с европейскими компаниями по типу Фишер, Мальча Соломон. На этом заводе производились прогулочные лыжи этих компаний по типу Аэролайтов у Фишера, по типу Атомик Про, предположим. Прогулочные лыжи, на которых, грубо говоря, не надо соревноваться, взяли и просто гуляем по лесу, гуляем по трассе, получаем просто, скажем так, удовольствие от 5 километров на тренировке. И поэтому, ну, некоторые люди умудрились сравнивать. Фишер, Гелиум, 3D, современные лыжи с лыжами Брадос. И я как бы не представляю смысла даже сравнения этих лыж. Даже один человек сказал то, что они едут плюс-минус одинаково. И по работе Фишера чуть-чуть были получше, чем Брадос. Но, соответственно, я думаю, не вижу даже смысла сравнения таких лыж, потому что это абсолютно 2 разные вещи, которые вообще сравнивать напрямую нельзя. Потому что Брадос – это прогулочные лыжи, которые вы покупаете ребенку или кому-то там, ну, чтобы просто погулять, получить, скажем так, первый опыт от лыж, человека, который вообще не стоял на лыжах. А вот эти лыжи мы берем, чтобы уже получать, ну, максимальное удовольствие от лыж, получить максимальное скольжение и, соответственно, вот выбирать из вот этих пар, из 3-х, 4-х, 5-ти пар то, что мы выберем на соревнования и соревноваться уже на уровне, скажем так, России, потому что у нас через 2-3 дня сейчас стартуют всероссийские соревнования. Покажи, вот эти вот пары мы сейчас откатываем и плюс-минус выбираем, что будем катить. Соответственно, купив лыжи Брадос, ну, мы не будем откатывать 10 пар лыж Брадос, тем более непонятно, какие там структуры, что там есть, соответственно, какие подбор по жесткости, насколько точен, и не знаем даже, насколько они подходят друг другу, лыжи к лыжи производят, соответственно, ну, думаю, я донес свою мысль, то, что не надо сравнивать лыжи Брадос с другими какими-то лыжами, даже предтоповыми и предыдущими моделями лыж Фишер, потому что если ты возьмешь лыжи Фишер 2010 года, то это будет лыжа Фишер. А что касается Брадос, ну, грубо говоря, это будут просто деревяшки, потому что отец у меня вот недавно, получилось у него подержать и прокатиться на лыжах Брадос, ну, грубо говоря, это, ну, не совсем можно это назвать полежками, но, грубо говоря, это просто, ну, лыжи, которые, скажем так, жесткие, нет у них такой игры, мягкости, ну, плюс-минус даже, вот он их сжимает вот так, друг к другу две лыжи, и, соответственно, получается то, что, ну, они вообще ничего из себя не представляют по уровню Фишера, поэтому он даже сказал, у него Фишера 2015 года тогда были на тренировке, ну, смысла сравнивать лыжи к лыжи вообще нет. Поэтому, надеюсь, я правильно донес свою мысль, вы услышали это, и, в принципе, на этом, думаю, можно закончить разговор про Брадос. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok